Музыка Идеи действительно играют огромную, воодушевляющую, мобилизующую, вдохновляющую роль, которая иногда человека поднимает из окопа, поднимает в бой, поднимает на какие-то свершения, на жертвы, на замечательные поступки, иногда, может быть, и невидные вот так широкому глазу, широкому взгляду, но тем не менее. Образы, допустим, преображения мира, вот если мы говорим о недавнем столетии революции, они тоже очень влияли. У них есть какие-то такие зримые выражения и незримые, и чувственные, и чувственно-вербальные, там, скажем, какая-то алая заря, да, или там, что повернет золотой рычаг, понимаете, солнечный, и осветит трущобы земли, последние станут первыми и так далее, да, вот этот вот поворот, переворот, глобальный переворот, да, или буря, но сначала, конечно, все начинается с бури, душно, без счастья и воли, ночь бесконечна длина, буря бы грянула, что ли, чаша с краями полна, но за бурей, наверное, солнце, да, умираю, но скоро наше солнце взойдет, шел мальчишки в ту пору, восемнадцатый год. Если говорить о столетии революции, да, вот этом недавнем, да, вот эти, вот, так сказать, образы там и алой зари какой-то, и чьи работают грубые руки, да, представляя, почтительно нам заниматься искусством, наукой и так далее, да, он идет по тяжелой дороге, как в подземной тюрьме без свечи, то есть образ из страждущего народа и вот этой алой зари, и вот этого вот преображения мира, да, восхода такого, вот, это, конечно, было бы упрощением, естественно, считать совсем так, но какие-то, так сказать, вот такие вот катарсические, может быть, опорные точки, они иногда влияют на нас уже безотчетно, понимаете, мы смотрим на это, как вот дышим воздухом, да, не замечая этого воздуха, вот, то есть они на нас влияют не только на уровне индивидуального самого собой человека, да, но и на большие массы людей, миллионы, миллиарды даже. Советская эпоха, она как раз породила невиданное прежде, но это было естественно, это не манипулятивное было, так сказать, действо такое, да, но огромные вот эти перемены, да, сначала, так сказать, расчет на какую-то мировую революцию, да, на земшарную республику Советов, а потом на такую крепкую страну, Красную империю такую, так сказать, которая стоит, как, так сказать, вот в этом океане, да, враждебном, среди враждебного окружения. Тут вот эти образные ряды были особенно, мне кажется, сильными, талантливыми, особенно вот то, что имело именно политическую подоплеку, хотя всякий образ за что-то голосует, за что-то ведет нас. Мы можем там читать там Ивана Шмелева, скажем, «Лето Господне», да, и говорить, как прекрасно там старая Москва, да, дореволюционная Россия, вот, пожалуйста, вот святки, вот, так сказать, это, вот хамовники тех лет. Конечно, то есть и Россия, она, та прежняя Россия, она очень тоже вкусная, интересная, привлекательная и почитающая, хотя бывают разные, разные прочтения, даже и у одного и того же подчас писателя. Геллеровский, скажем, да, «Москва и москвичи», и другое, но это тоже есть и в Москве и москвичах присутствует, там хитровка и так далее, но вот его вещь такая, трущобные люди. В этот мир уже не хочется, в мир той России, в мир трущобных людей. Конечно, и, так сказать, белая идея с ее вот этой имперскостью, с ее вот верностью присяге императору, благородством породы и так далее, имела тоже свои, конечно, катарсические импульсы, мощные достаточно. Но, по крайней мере, в то время, которое наступило сто лет назад, сильнее оказались вот эти вот красные смыслы, красные кони. Мне кажется, что здесь и можно сказать, что и образ идет на образ, понимаете, и чья возьмет. Колеблющаяся такая динамическая ситуация. Сегодня так, завтра по-другому, не то, что вот, так сказать, раз и навсегда дано и привет. Народ, мученик, народ, так сказать, страстотерпец, он работает, он ничего не видит, никакого, скажем так, социального лифта, ну уж для единиц каких-то, да, уж для совсем таких могучих, да, личностей, способных прорвать, разорвать эти цепи, может быть, подчас, но не массово, понимаете, вот. То есть люди работают, работают, да, света белого не видят, на работушку ранешенько, а с работушки позднешенько, да, и пропали наши головы за боярами, за ворами, да, гонят старого, гонят малого, на работушку ранешенько, а с работушки позднешенько. Накапливалась, так или иначе, вот эта вот, так сказать, пружина народного и терпения, и гнева там, и чего-то угодно, она сжималась, и в конечном счете сработал вот такой уже эффект распрямления, что, да, а люди-то разве виноваты, вот поколениями ушли, да, и безвестно, безвестно канули куда-то, так сказать, в рубище какие-то там, Акимы, Артемы, Матрены и так далее, да, а как, а кто их, кто за это ответит? Ну, никто, так никто, но мы-то больше так не можем, просто, так сказать, не в Моготу и еще, так сказать, ситуация, усугубленная Первой мировой войной и всеми этими делами, да, то есть человек, работник, созидатель, который не имеет должного возмещения, что ли, компенсации, вот затраченных им сил, да, что его жизнь во многом принадлежит другому, да, что плоды его труда принадлежат другому и так далее, это, ну, не может продолжаться вечно, ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Для меня народ все-таки, я считаю, что это более правильно. Представьте, а что тогда есть Россия? Россия это все-таки царь или народ в большей степени? Так можно переадресовать вопрос, да? Мне кажется, что при всей, может быть, подчас и замечательной роли некоторых наших правителей, да, царей даже, неравнозначное сравнение, неравнозначное для меня тут, так сказать, я больше трех секунд думать не буду и выбираю народ. Хотя, как вот мы с вами говорили, да, что происходит иногда перемещение акцентов, да, и, так сказать, образы по-другому могут субординироваться как-то, да, по-другому выстраивать новые какие-то композиции. Так и тут, понимаете? Раньше была, так сказать, у нас семья Ульяновых, да, вот, так сказать, и так далее. Володя, а ты как? Да, я как Саша, там, и так далее. Сегодня мы, значит, это самое, некоторые наши соотечественники с доброй слезой на глазу, так сказать, читают о прекрасных нежных отношениях в семье, так сказать, о густейшей, о романах, там, и так далее. Народ терпел вот эти муки, в общем-то, все эти 300 лет, если уж на то пошло, если как-то, так сказать. Были, конечно, и радости. Естественно, то есть человек не может уж совсем жить, вот, совсем безрадостно. Были и блины, и пироги там, и наливочка, и пляски, и так далее. И людей что-то тут, так сказать, и вдохновляло, и подзадоривало. Ситуация очень сложная была. Допустим, по состоянию на 1917 год, средний уровень образования у нас в стране, да, был половинка одного только класса. Или вот, допустим, когда в японскую войну, да, попали там нижние чины, многие там, много их было в плен, то японцы их возили там по городам и весям своим, мы говорили, вот, смотрите, вот, солдаты не знают, что такое стоматолог и так далее, там, вот, открой рот там и прочее. Поэтому все-таки вот это вот стремление к достойной жизни, оно, оно естественное. Ну, хотя бы, так сказать, чтобы раз в 300 лет что-то переменилось, а лучше, если почаще. Эти прекрасные образы там, так сказать, русского Константинополя, понимаете, и великого славянского мира, они тоже в свое время работали и многих вдохновляли. И есть даже такая версия, и она имеет определенные основания, да, что Александр Второй, завершив вот эту победоносную войну, ну, русское войско, российское, да, 1876-1878 года, да, и действительно мы тогда освободили многих, многие народы Балкан там от турецкого вот этого вот засилия, турецкого, можно сказать, даже ига и так далее. И Россия снискала огромный и заслуженный авторитет. Но в некоторых слоях общества осталось сильное недовольство, что до конца, вот, так сказать, до печенок не была протаранена вот эта победа, потому что была возможность вернуть Константинополь, да, то есть, так сказать, тоже такой великий символ, образ, да, вот этого русского мира, славянского мира, опять его сделать вот этим православной столицей, царьградом. И, в общем-то, Александр Второй, да, с его окружением, они побоялись, вот, так сказать, западной печати, западного общественного мнения, санкций разного рода, понимаете, блокирования там банковских счетов и всего такого прочего, и не дожали это, и не дожали, и Константинополь остался, нет, мы, так сказать, сейчас любим и ценим Турцию, так сказать, ездим туда и все такое прочее, но все ж таки, если говорить о вот этим, о каких-то вот таких вот вековых мечтах, да, которые были, здесь было не дожато, не доведено до какой-то вот такой вот финишной победной олимпийской точки, понимаете, вот, 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 пожалуйста, образ преображения мира, да, вот этого, так сказать, нашего православного, может быть, и Второго Рима, который тут корреспондируется и с Третьим Римом, с Москвой, и снова обращение ко Второму, и к Третьему, то какое-то отрицание, отрицание и так далее, вот, вот так могло быть, и эти образы тоже были во многом прекрасные, прекрасные, но, может быть, где-то и не хватало подчас прекрасности, вот, я, я, я не договорил вот эту мысль, да, что и на Александров, в отношении Александра Второго были такие обиды в обществе, ах, не довели до финиша. Финиша.